чтобы мы понимали, кто у нас сегодня на вебинаре. Здорово! Очень классно! Посмотрите, сколько у нас разных городов, стран. Очень приятно вас всех видеть. И время уже 13.00. Я думаю, что мы будем начинать наш сегодняшний вебинар, нашу онлайн-встречу. Сегодня я поделюсь с вами тем, как можно успешно развивать своё дело, сотрудничая с нашей командой, с компанией Reflame. Расскажу немного о себе, о том, что нужно будет делать и чего я уже смогла достичь, работая в этом направлении. Давайте тогда сейчас сладик поменяем. Я, наверное, как и многие присутствующие, мама в декрете в недавнем прошлом. До декрета я работала старшим менеджером аптечной сети. В декрет уходила уставшая, мечтающая только об одном, чтобы меня все оставили в покое и дали наслаждаться материнством. 1 марта я ушла в декрет наконец-таки. 21 марта я уже родила ребёнка. Поэтому можете понимать, какая была нагрузка на работе. Отвечала я за автоматизацию всей сети аптечной. И телефон бесконечно разрывался. Я не могла планировать свой день вообще никак. Потому что даже в выходные дни бывало, мне приходилось выезжать в ту или иную точку, чтобы что-то там отремонтировать, если вдруг не работало. Потому что если не работает компьютерная база, аптека стоит, бизнес стоит. Такого быть не должно. Я должна была в свой выходной день ехать и делать так, чтобы бизнес работал. Не мой бизнес, да? Чужой. Вот. Но на тот момент я считала, что у меня, в принципе, достаточно хорошая работа и для нашего региона приличная зарплата. Вот. Но, конечно, выход в декрет был очень долгожданным. И поэтому первое время я ничего не хотела. Я просто отсыпалась, наслаждалась ребёнком, наслаждалась материнством. Но через какое-то время, так как я человек по жизни такой очень активный, то я понимала, что можно в декрете чем-то заниматься, чем-то разнообразить свой досуг. Я тогда пошла, в то время уже ребёнок сидел в слинге, я пошла на слинго-танцы. Потом, кстати, эти слинго-танцы очень мне помогут в наборе партнёров в мою команду. Вот. Но тогда я ещё ничего не знала ни о каком бизнесе, ни о какой деятельности. Просто понимала, что есть свободное время, его можно и чем-то нужно занять полезным, а не просмотром сериалов, сажанием огородов в социальных сетях, да, и так далее. Вот. И тогда мне на глаза случайно в ленте попалось объявление «Работа для мамочек в декрете». Мне было очень любопытно, как же так, что же там могут такого предложить для мам, причём без опыта работы, да. И сначала сыграло любопытство. Мне стало любопытно. Я запросила информацию о том, что же это такое. Когда я получила информацию, когда я узнала о том, что это Ари Флейм, здесь пришёл на смену любопытству скептицизм. Потому что я как-то не воспринимала всё это всерьёз. Я не верила, что, в принципе, нужно добиться каких-то таких сверхвысот, успехов. И вообще мне казалось, что это, ну, где-то есть подводные камни, потому что ну очень как-то всё классно рассказывают, классно расписывают, да. Причём человек, с которым я общалась, он был совершенно незнакомым для меня человеком. Это была девушка, через онлайн мы познакомились, стали общаться, и которая мне давала информацию о работе. И в то же самое время я понимала, что я могу всё сама проверить и убедиться, правда это или нет. Я не настолько глупая, да, чтобы там, если вдруг что-то не то, я, наверное, пойму вовремя и смогу сказать, что стоп, всё, спасибо, это не для меня. Вот. Ну, на первом этапе как раз вот это самое частое возражение, это не моё, оно было в первых рядах. Вот. Но всё-таки здравый смысл победил, я решила проверить, посмотреть. Когда началось изучение информации, появился интерес. Дальше уже пошёл азарт, начались действия, ну и, в принципе, пошли первые результаты. И тогда меня уже нельзя было остановить, я уже всё поняла, я быстро сообразила, да, как тут всё устроено, в чём суть, и просто начала действовать. Поэтому я пришла с холодного рынка к незнакомому человеку на объявление в социальной сети. Говорю к тому, что все методы работают, да, которые известны, которые предлагаются, поэтому откуда придёт ваш ключевой партнёр, никогда не знаешь. Дальше я зарегистрировалась, и у меня постепенно стало приходить до осознания того, что у меня появился свой интернет-магазин. Вот так нежданно-негаданно сидела я в декрете, никого не трогала, да, и тут банк, и у меня свой интернет-магазин. Причём полностью сформированный, полностью наполненный. Мне не нужно думать, что там продавать, мне не нужно думать, как всё это организовать, какой ассортимент там представить, да, как наполнять сайт, кто этим будет заниматься, как вообще организовать все эти логистические процессы. об этом вообще думать не нужно. Это всё уже организовано за тебя. У тебя есть свой интернет-магазин, там есть тот ассортимент, которым пользуется абсолютно каждый человек, элементарные средства личной гигиены, косметика и многое другое. И потом, да, ты понимаешь, что у тебя есть несколько вариантов сотрудничества. Какой ты выберешь? Понятное дело, что кому-то нравится просто быть покупателем. У вас появился свой интернет-магазин, вы можете заходить на сайт и быть покупателем, использовать все выгоды, скидки, шопиться с умом и зарабатывать какие-то, получать продукты бесплатно, участвовать в распродажах, в акциях. Вот. Это выгодно. Этот способ подходит тем, кто экономит своё время, кто хочет получать качественный продукт, да, хочет максимально, как бы, упростить эту процедуру выбора. Дальше можно быть менеджером своего интернет-магазина, можно рекомендовать продукцию, можно зарабатывать деньги здесь и сейчас. На тот момент, ну, для меня это было как-то неактуально, что ли. Я сразу нацелилась на третью категорию, на бизнес-партнёра. Я понимала, что стать предпринимателем, мне это нравится, да, организовать свою партнёрско-потребительскую сеть, ну, здесь нужно немножко поучиться, определёнными навыками овладеть, и это тоже всё по силам. Обучиться самой, обучать своих людей. Именно третий вариант меня вдохновил, и, естественно, по нему я и нацелена на него, я стала работать. Я думаю, сейчас очень много, ну, по крайней мере, в нашу команду приходят партнёров, партнёров, кто изначально хочет зарабатывать деньги сразу. И классно, что у нас есть такая возможность, да, и мы об этом рассказываем, и мы можем научить человека, как ему сразу заработать немедленную прибыль и получить деньги уже в первый месяц работы. Также очень много тех, кто любит наш продукт. И после, через какое-то время, из разряда покупателей он переходит, возможно, в следующую категорию партнёров. Ну и, конечно, мы работаем с бизнес-партнёрами, с теми людьми, с кем мы организовываем свои команды. Если мы нацелены на результат, то нам придётся делать всего три простых действия. Это обучаться, потому что сфера новая, и в любом новом деле необходимо получить определённую информацию, понять, что к чему, и всё это попробовать на практике. В нашем бизнесе самое классное то, что вы можете уже работая, обучаться. То есть вы можете начинать уже развивать свой бизнес, и в процессе будете обучаться постоянно. И неважно, какое сегодня у вас звание, директор, золотой директор, рульянтовый, все лидеры находятся в постоянном развитии. Потому что это сфера такая, что здесь не нужно останавливаться. Здесь всегда что-то интересное и новое происходит. К рекрутированию тоже каждый партнёр, который нацелен на развитие своей команды, может приступить сразу. Рекрутирование – это приглашение людей в команду. Приглашение может быть разным. Мы можем звать людей на продукт, совершать покупки. Мы можем звать людей для сотрудничества. Мы можем звать людей для того, чтобы они зарабатывали деньги сегодня. Классно, я об этом скажу дальше, что мы работаем именно в нашей команде, потому что наша команда, она всегда идёт ногу со временем. И сегодня настолько просто перейти к рекрутированию, что вы даже ещё можете не понимать всю суть, но уже начать приглашать людей в свою команду, и это будет эффективно. Ну и, конечно, глупо, имея свой магазин, ходить и относить деньги куда-то в другое место. Это, наверное, самое простое, самое приятное и лёгкое, что может быть в нашем деле – просто пользоваться самим нашей продукцией и организовывать совместные покупки с друзьями, с близкими, знакомыми. Вот такие простые действия приводят к результату каждого нашего партнёра, каждого лидера, каждого директора, потому что все мы были новичками. И когда у вас появляется интернет-магазин, вы начинаете учиться, вы начинаете изучать. И понятное дело, что наш бизнес будет более доходным, более стабильным, перспективным, не с одним интернет-магазином, правильно? А с сетью таких интернет-магазинов. Поэтому мы и выстраиваем эту сеть, партнёрство-потребительскую. Наша задача, чтобы в нашей команде как можно больше людей тоже захотели иметь свой интернет-магазин, стали его наполнять потребителями, клиентами, покупателями. И запустили этот бизнес дальше. Очень часто возникает вопрос, особенно у новичков, где же я возьму людей, которых я буду приглашать, которым будет это интересно. Как я уже сказала, очень круто и классно, что мы в нашей команде работаем. Мы можем сегодня предложить простейшие методы, эффективные. но не забывайте просто посмотреть вокруг. Кто вокруг вас? В вашем окружении, я уверена, что найдутся те люди, которые моются, правильно? И мы никогда не задумываемся, но эти люди ежемесячно, они в какой-то магазин идут и свои деньги туда относят. И получают они взамен только товар, и всё. Меня плохо слышно? Если хорошая связь, поставьте плюсики. Большая часть людей просто не знают, что можно свои покупки, свои элементарные потребности удовлетворять так, что на этом не просто потратил, получил товар, но ещё и заработал, сэкономил и заработал. Поэтому обязательно мы смотрим сначала вокруг, когда думаем, а кого же мы будем приглашать, кто же пойдёт, кому это интересно. Смотрим дальше. В нашем окружении найдутся те люди, кому нужны деньги. Ну да, это, наверное, глупый вопрос, потому что сейчас деньги, наверное, нужны всем. Деньги — это возможности. Если мы чего-то хотим, то нам по-любому нужны деньги. Кому-то интересен автомобиль, кому-то интересны путешествия. Посмотрите вокруг, есть ли такие люди рядом. и мы научим вас, как их пригласить в этот бизнес, чтобы им было интересно. Ну и дальше просто простая математика, которая элементарная. каждые 10 человек, которые пришли по вашей рекомендации, пригласят своих 10 человек, а те 10 человек пригласят своих 10 человек, потому что у каждого в окружении есть люди, которые моются и которые хотят каких-то перемен. Кому-то просто нужны элементарные деньги, чтобы купить что-то себе или ребенку. Вот сегодня, здесь и сейчас, сезонная обувь, сезонную одежду. А кто-то хочет путешествовать и быть свободным. И если каждый человек из нашей команды совершит покупку на 1000 рублей, то посмотрите, как стремительно будет расти товарооборот, как будет расти доход. А если каждый человек из этой 1000 купит на 5000 рублей, товарооборот будет расти в геометрической прогрессии. А наша с вами задача этот товарооборот создать путем наполнения клиентами, партнерами и менеджерами. В команде появляются люди. Кто-то покупает для себя, кто-то покупает и работает с рекомендациями, кто-то нацелен на результат и на карьерный рост. Создается общий товарооборот всей организации. И вы, как организатор, как тот человек, который провел эту информационную, организационную работу, который создал эту сеть потребителей, вы заслуженно заработали свой доход, вы получили процент. На первых этапах доход небольшой. Но вы должны понимать, что за однажды проделанную работу в самом начале мы получаем доход потом всегда. Я сейчас нахожусь с вами золотого директора, и за ту работу, которую я делала два года назад, я до сих пор получаю деньги и буду получать их постоянно. Потому что самостоятельные группы развиваются дальше. Там есть сильные лидеры, которые уже сами ведут за собой свои команды. Эту работу, работу с этим лидерами я делала год-два года назад. Но деньги я получаю сегодня тоже. И тогда получала. И смотрите, процент от товарооборота зависит от того, какая сумма этого товарооборота получается. Вот здесь на нижней табличке видно, если вы только начинаете свою карьеру, и написан товарооборот в рублях вашего интернет-магазина, какой должен быть, чтобы у вас был тот или иной уровень. Допустим, если вы хотите быть менеджером 9%, то товарооборот вашей команды должен быть от 25 тысяч рублей. Тогда доход будет в районе 2-3 тысяч рублей. Но не забывайте, что у нас есть еще и различные ситуационные программы, менеджерские, программы Турборост, где на пути к званию директора можно заработать дополнительные премии, и вы можете воспользоваться. Почему все-таки Арифлейм? У меня так сложилось, что я пришла неосознанно в компанию. И я, конечно, сейчас уже, имея опыт и какие-то знания на сетевом рынке, я понимаю, что это лучшее, что могло бы вообще произойти. И слава богу, что это был именно Арифлейм. У нас прекрасный маркетинг-план на сегодняшний день. Я считаю, что конкурентов в маркетинг-плане нет. Компания на рынке 50 лет. Это надежность, это стабильность, это собственные производства, это огромные исследовательские центры, собственные разработки, патенты. Что немаловажно, компания заботится об окружающей среде. У компании много социальных проектов, благотворительности. Для меня это такой значимый фактор. Компания все знают, продукт знают. То есть не нужно человеку долго рассказывать, что это за компания, что это за фирма, что она делает. А Арифлейм знают все. Наша просто с вами задача немножечко переинформировать тех людей, кто обладает недостаточными знаниями в этой сфере. Но это наша работа, и мы ее делаем. Также привлекает здесь пассивный доход. Сегодня он у меня уже есть. Путешествия, автопрограммы. И, конечно, для любого родителя приятно осознавать, что то дело, которым ты сейчас занимаешься, оно не пропадет никуда. Как на работе у нас по найму, ты можешь занимать классную, хорошую должность, но ты не сможешь ее вот так просто прийти и передать своему ребенку, если ты, в принципе, наемный работник, и у тебя там в руководстве нет родственников. А здесь ты можешь свой бизнес полностью передать своим детям. Это законно, и это все официально. Почему именно наша команда, почему именно экспресс-карьера? За все время существования наша команда всегда в динамике роста. Всегда, всегда рост и успех. В нашей команде вам предлагают бесплатно абсолютно все работающие методы. Те методы, которые работают сегодня. Да, это актуальность. Команда гибкая. Если то, что работало год назад, сегодня не приносит результатов, мы предложим альтернативу. Потому что быстрая адаптация происходит в системе работы при изменении трендов. И за это большая-большая благодарность нашему наставнику, Ване Черном, за то, что она всегда наперед знает и умеет прочувствовать, как нужно действовать сейчас, чтобы получить результат через какое-то время. За это огромная благодарность. Им очень здорово и классно осознавать, что мы находимся именно в этой команде. Если у вас какие-то будут вопросы возникать, вы их можете задавать в чате. Ну, что мы здесь получаем? Это, конечно, свободный график работы. Это 17 начислений в год. Как заявлено, вот я сделала скрин, вы можете посмотреть внизу, не знаю, как вам видно, хорошо или нет. Вот написано 17 поступлений. Это скрин за прошедший год. Это долларовые премии дополнительно к основному доходу. Это путешествия, это пассивный доход. Это все официально. То есть наша деятельность полностью законна. Мы получаем и стаж, и платим налоги. Мы работаем полностью в правовом поле каждой страны. Компания Reflame дает возможность путешествовать. Очень многие партнеры благодаря компании Reflame впервые летают на самолете, впервые видят море, впервые попадают в другие страны. У меня уже было с компанией Reflame два путешествия. Первое – это было Сочи. Я никогда не забуду те эмоции, которые мы испытали в Сочи парке, когда в разгар туристический сезон Сочи парк просто закрывается и все-все делается с символикой Reflame. Каждый аттракцион носит какое-то определенное название. Мы гуляем в этом Сочи парке, отдыхаем, наслаждаемся, впадаем в детство, катаемся на аттракционах, смотрим на эти поющие фонтаны, на салют, и просто невероятные эмоции испытываешь. Это красоты в Сочи, это прекрасные все олимпийские объекты, в которых у нас проходили мероприятия. Это звезды, которые выступали. Именно в Сочи выступал Сергей Лазарев. И вот эта небольшая делегация нашей команды – это фотографии из Сочи. Менеджерская конференция в 2016 году. Это было мое первое путешествие с компанией Reflame. Очень классно, кстати, что именно компания Reflame – единственная компания сегодня на рынке, которая предоставляет возможность путешествовать уже с уровнем менеджера. Следующее путешествие – это была Хорватия. И Хорватия, она была уже с командой. В Хорватии мы были в шестером. Мы посмотрели чудесную страну. Это моя была первая заграница. У девчонок, у многих был первый полет, море. Это невероятные живые эмоции, которые мы можем наблюдать своими глазами. И они, конечно, навсегда останутся в памяти. И это не купишь ни за какие деньги. Банкеты, мероприятия. Когда ты приезжаешь на банкет, на свой первый банкет, это всегда волнительно. И ты видишь тех людей, с кем познакомился и общался только через интернет. Первый раз пройти по сцене, первый раз получить чек, получить свою минуту славы. Но еще круче, еще приятнее, когда ты на банкет директоров приезжаешь уже не один. Когда ты приезжаешь со своей командой, когда ты приезжаешь со своими лидерами, со своими директорами. Это 2018 год. Я и три моих директора были уже на банкете. Это совсем другие эмоции. Я желаю каждому из вас пережить свой первый банкет, прочувствовать это, а потом побывать на банкете уже со своими директорами. И вы поймете, что это новые эмоции, и они еще круче. Это признание. Тебя поздравляют, тебя чествуют, тебя берут интервью, про тебя пишут в журналах корпоративных, приглашают выступать. Здесь ты получаешь богатый опыт ораторский. Ты начинаешь вести вебинары онлайн, ты начинаешь общаться очень много с людьми. Ты начинаешь выступать оффлайн, как бы это ни было первое время страшно и волнительно. Но от этого ты получаешь невероятный драйв эмоций, энергию. И это тоже стоит пережить и стоит попробовать. Также ты получаешь невероятный драйв эмоций, когда партнеры твоей команды стоят на сцене уже со своими результатами, со своими наградами, когда огромнейшая команда уже развивается самостоятельно абсолютно. Когда твои партнеры получают долларовые премии, выступают со своей историей успеха, получают автомобили. Вот это те эмоции, которые нужно пережить. Потому что передать словами — это невозможно. Просто всё внутри так сжимается, и ты хочешь просто всем кричать о том, что посмотрите, прочувствуйте, поставьте себе цель и идите. Чтобы понять, прочувствуйте эти эмоции. У каждого из нас есть мечты. До Рифэм я вообще никогда не была на море. И на свою первую премию мы поехали в отпуск с Крым всей семьёй. Потом у нас была ещё одна мечта. Мы хотели очень улучшить свои жилищные условия, потому что мы жили в однокомнатной, в очень маленькой квартирке, 27 квадратов, малой семейки. И когда родился ребёнок, мы просто остро понимали, что это уже невозможно. Но никаких перспектив не было на тот момент. А потом всё так само собой произошло, случилось. В общем, мы стали дольщиками, купили в строящемся квартире жильё. И в прошлом летом, в июле 2018 года, мы переехали в новый комплекс. Яркий, такие красивые подъезды, красивые дома. Классная планировка. Немножко фотографий. У ребёнка своя комната. Большая кухня, совмещенная с гостиной, где можно проводить вечера всей семьёй. Где сейчас мы часто собираемся с командой. Где мы даже проводили мастер-классы с визажистами. Очень, кстати, удобно было. И детская комната служила таким детским клубом, где мы развлекали детей. Мамочек, которые пришли с детьми. Ну, в общем, это та картинка, которая у меня была. Вот именно о том, что в большой гостиной я могу собирать команду, я могу приглашать друзей. Мы можем здесь собираться всей семьёй. Она сейчас есть. И это, конечно, очень здорово и классно, что такие вот мечты, уже такие более глобальные, они осуществляются. Даже детский день рождения мы сейчас пять лет решили отмечать дома. Потому что, ну, место есть. Можно уже не арендовать никакой центр. Вот. И буквально совсем недавно пять лет исполнилось ребёнку, и мы отмечали день рождения. В Арифлэйм я четыре года. Так. Дальше. Ну, такой слайд страшный. В общем, я сама вообще из посёлка. Всю жизнь прожила в посёлке. И у меня там родители. Вот. Ну, я думаю, кто жил в посёлке, кто... Да, вы знаете, какие там дома все старые. Вот есть такие двухквартирные дома, четырёхквартирные. Ну, и, в общем, в доме провалилась крыша. Когда такое происходит, какая-то ситуация, когда происходит, с которой ты раньше не сталкивался, да, ты вообще не знаешь, как себя вести, что делать, куда бежать. Естественно, ты бежишь к каким-то специалистам, которые тебе помогут, подскажут. Ну, я поджалок к юристам, что как нам поступить, как нам быть, куда обращаться. Ну, и понятное дело, что если это посёлок, то никакого там резервного фонда жилья нет. Ни под какие программы расселения никто никуда не попадает. И даже если вы заплатите кучу-кучу денег и сами привезёте, потому что, ну, туда захолустье, да, не поедут комиссии просто так, вам нужно будет оплатить их проезд, приезд, а всю оценку экспертные, эти все листы, оценочные, да. И если вы всё это сделаете, то, может быть, вас поставят на очередь, как нуждающихся. Вот, в общем, юрист мне дал как бы хорошо понять, что мы можем начинать это движение, но это будет движение ради движения. Никакому результату мы не придём. Вот, и я понимала, что нужно что-то делать, потому что, ну, естественно, временное жильё предоставили, но сами понимаете, что оно, в принципе, не особо, да, дымящиеся печки и так далее. Вот, поэтому мы долго совещались и приняли решение, что нужно тоже оттуда переезжать. И, в общем, я настояла на том, что нужно перебираться в город, потому что там всё равно нет перспектив, там маленький посёлок, там нет сотовой связи, там нет квалифицированной медицины. И, в общем, всё сложилось опять так, как я и себе представляла, и хотела, и визуализировала. И мы в нашем же новом комплексе, где живём сами, во втором этапе, мы, в общем, нам предоставили хорошие условия кредитования, мы стали снова дочеками. И вот сейчас пришло буквально на днях письмо, что с 8 апреля сдаются квартиры, и вот квартира для мамы, она уже почти готова. И, в общем, всё это благодаря, конечно же, рефлеймам. Но она тоже боялась, она говорила, ну как, а вдруг, а что? Я говорю, мама, ну не переживай, у нас есть рефлейм, я знаю, что нужно делать. Вот, и поэтому очень важно понимать, что это возможность, которая будет вам давать, достигать тех целей, достигать тех мечт, о которых вы, возможно, даже думали, что они неисполнимы. Вот. Ну и, конечно, напоследок я хочу сказать, что самое главное каждому из вас понять, что здесь прекрасные возможности. Самое главное увидеть здесь настоящий рефлейм, да, потому что рефлейм это не косметика по каталогу. Самое главное здесь поставить себе цель и начать действовать, действовать к результату. И тогда обязательно получится, потому что это проверили уже сотни-сотни наших партнёров. У каждого из нас всё только начинается. Если вы сейчас просто только новичок, у вас всё только начинается. Если вы директор, у вас тоже всё только начинается, да, если я золотой директор, у меня тоже всё только начинается. Этот бизнес будет всегда актуальным. И круто, что вы сегодня уже знаете об этих возможностях. Я желаю каждому из вас дальнейших успехов, развития. Самое главное – не сдаваться и идти вперед до своих целей, до результата. Если у вас еще какие-то вопросы есть, вы можете мне их задать. Если нет, тогда я сегодня рассказала, в принципе, все, что хотела. И мы можем тогда идти с вами работать дальше. Спасибо вам большое за то, что выделили время, нашли, пришли, послушали. Я надеюсь, что кто-то вдохновился, замотивировался и будет дальше работать с еще большей энергетикой, с позитивом. И все будет получаться обязательно. Все, благодарю всех тогда. И всего доброго. Я думаю, что еще увидимся с вами на вебинарах, на мероприятиях, в путешествиях. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok